Привет, я журналист Алексей Мацука, и это мой блох о том, как дело дома в Донецке, где я родился, вырос и много лет проработал журналистом. С начала боевых действий на Донбассе в структуре группировок ЛДНР не раз были кадровые перестановки, и не раз менялась и политика так называемой партии. В ДНР большинство людей, которые стояли у истока в антиукраинских митингах в 2014 году, сегодня или убиты, или изгнаны в прямом и переносном смысле. Например, бывший сотрудник СБУ Александр Ходоковский в начале боевых действий командовал батальоном «Восток», был чуть ли не правой рукой Александра Захарченко, но его, Ходоковского, очень быстро оставили неуделом. Он стал оппозицией к Захарченко, а затем и самого главу ДНР ликвидировали. Правда, Ходоковский после этого так и не вернулся во власть группировки ДНР. Он по-прежнему пишет гневные публикации о том, как ДНР предала свою мечту и уже не стремится в Россию, и как Россия отвечает тем же. Ходоковский просто сменил объект критики. Если раньше это был Захарченко, теперь Пушилин. Ходоковский знает, что его посты и высказывания могут попасть как на страницы местных СМИ, так и украинских и даже на российские онлайн-площадки. Так что в любой момент он может и сманипулировать в любой информации. Например, показать фото якобы разрушенной позиции незаконных вооруженных формирований ДНР и написать о том, что это сделали украинские военные с применением запрещенного оружия. А вишенкой на торте этого поста будет сообщение Ходоковского о том, что ДНР сама не стреляет. Но, конечно, это ложь и манипуляция. В сводках наблюдателей СММОБСЕ ежедневно появляется информация о стрельбе на Донбассе и о передвижении запрещенной военной техники. Но Ходоковский манипулирует информацией, возмущаясь тем, что якобы Пушилин запрещает ДНР открывать огонь в ответ. А Украина якобы делает все, что захочет. Еще один идеолог русского мира Андрей Пургин сегодня по большей части критикует и группировку ДНР, и украинскую власть. Работать в Донецке ему не дают уже много лет. Например, Пургин описал так ситуацию на контрольных пунктах пропуска ДНР. Власть показала свое истинное отношение к населению республики. Нет никаких логических обоснований для такой ситуации, кроме разве что бей своих, чтоб чужие боялись. Давай покажем всему миру, как мы ненавидим собственное население. Не пускаем его домой, чтобы нас чужие боялись. Россия посылает самолеты по всему миру, чтобы забрать своих граждан домой. Луганск открыл границу, и население свободно перемещается во всех направлениях. И только ДНР устроило показательное издевательство, не пуская людей домой. Ранее я уже рассказывал о том, как Пургин критикует ДНР из-за того, что русский мир в Донецке оказался не таким, каким он себе его представлял. Поищите на телеканале Дом этот блог. Пророссийский политолог, блогер Роман Манекин тоже регулярно критикует Пушилина. Манекина, как и Пургина, ранее арестовали в Донецке за то или иное высказывание. И даже, кстати, не единожды. Сейчас оба они на свободе. Манекин предпочитает рассуждать о высоком геополитике, критикуя при этом действия Кремля и внутренние дела группировки ДНР. Но во всем, конечно, виновата будет Украина. Если не добавлять эту фразу, во все критические выпады есть высокий риск снова Манекину отправиться на подвал. Путин, а точнее Сурков, действительно отнеслись к Донбассу инструментально. Они на самом деле хотели внедрить прямо зависимых от них людей в украинский политикум. С правом блокировать невыгодные РФ решения. О вступлении Украины в ЕС, например, или в НАТО. И для выполнения этого замысла им, конечно, не нужны были во главе Донбасса самостоятельные люди. Нужны были марионетки, пусть грязные, корыстные и глупые. Главное, послушные и управляемые. И чтобы по содержанию и складу мировоззрения были настоящими украинцами. И чем грязнее и глупее, тем хуже для Украины. Так возникли вначале Захарченко, которого Казаков пытался раздуть до образа народного героя. Сделать из тетушки конфетку. А затем Пушилин с МММщиками. Недовольных и самостоятельных планировалось просто задавить. В предельном случае уничтожить. Я и дальше буду следить за ситуацией дома в Донецке. А вы подписывайтесь на телеканал Дом во всех социальных сетях, чтобы ничего не пропустить. Оставайтесь с нами на связи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова